Нормально. Значит, белильцами. Можешь сразу белильца чуть-чуть снабдить цветиком. Значит, здесь только разбавитель. Только берем маканием жидкости. Взяла немножко жидкости. Взяла белильца. Взяла, допустим, голубильца. Допустим, розовильца. Чуть-чуть, чтобы была тональность у белого. Хорошо? И перепачкаем весь хвост вот этой разбеленной тональности. Можешь там помигать то розовым, то голубым. Чуть-чуть будет... Чуть-чуть будет... С веществом. Чуть-чуть тонально. Потом эту тональность мастихином раздавишь. И будет вот такая никакость. Как некий грунт. Как некая организация пространства. То есть, чуть-чуть там что-то будет мигать, мерцать за счет движения штриха, да? Вот такое мятое. Потом ты в этом мятое возьмешь коричневый, розовый, голубой. И элементы рисунка начнешь набирать пальцем. Начнешь набирать пальцем, уточняя, уточняя, уточняя. Хорошо? Вот в эту никакость будешь этим самым пальцем вгонять в черный каркас рисунка. Немножко красноты, немножко желтоты. Или коричневизны красноты. С белильцами. И прямо по направлению цилиндра можно упаковать немножко этой розовизны. Чтоб он уже приобрел тональность, да? Коричневый плюс красный плюс желтый. Вот наши темнотики первые. Не сразу в полную силу темноты начинаем набирать. Сначала работаем полтона. Полтона. Хорошо? Если много краски где-то произошло, подтерло, и в это состояние подтертое, очень легко войдет другой цвет, другая тональность. Хорошо? Хорошо? Давай так. Да-то тут ашхе. Отлично. Очень эмоциональный товарищ. Вот иногда в какой-то момент можно... Вот, я не знаю, идите сюда, посмотрите. В какой-то момент неопытный художник... Я не знаю, насколько ты опытный, потому что пока ты все хорошо делаешь. Но неопытный художник может создать нечто великое, даже не зная, что он его создал. Если он не успел еще, если его кругозора не хватает, чтобы отметить, что ух ты, а ведь получилось. Потому что, посмотрите, какой эмоциональный джигит. Он весь в себе, он весь исполнен достоинства. Нет, он, по-моему, не злой, он, наоборот, напряженный такой. Но исполнен достоинства. Поэтому иногда, может быть, даже в таком состоянии взять, ну, чуть-чуть поправить вот такие вещи и оставить. Или дополнить только усилением, допустим, нюансов. Потому что очень эмоциональный образ на данный момент. Но это я так, это я на будущее, что не все стоит доделывать. И мы такую живопись постоянно видим сейчас на современных выставках. Это очень важно. Эмоциональную живопись. Эмоциональную живопись. Она иногда сама происходит в силу нашей неуклюжести, но нашего желания. Она происходит. Так что имейте в виду. Нормалечек. Значит, немножко вот идею волос. Смотри, я прямо не отпуская руки создаю эту идею, да? Упирается голова вверх. Это тоже красиво. Брови идут вот по этой траектории. Обрати внимание. Мы привыкли, что брови вот так. А здесь ракурс поднятой головы. Но, соответственно, тоже вот по такой траектории смотрит. Вот такая у него траектория. И ноздри красно-коричневые. Тогда он будет живой. А так он будет покойничек. Вот когда есть ноздри с красниночкой, он сразу становится живеньким. Глаза тоже по этой траектории. Губы тоже не вот так. Тоже эмоционально, да? А тоже по этой траектории. Вот по этой. Потому что все вот так. Давай, исходя из этого. Чиркаешь хорошо. Так. Единственное, что рисунок немножко прихрамывает. Смотри. Расстояние от вот этой пимпы до глаза довольно короткое. Мы привыкли, что кончик носа далеко от глаза. Но не здесь. Здесь он на том же расстоянии. Вот смотри. Берем брови, которые домиком. В силу ракурса. Старайся красно-коричневый пока использовать больше, чем чернявый. Вот, допустим, у нас пимпа носа. Вот, допустим, наши ноздри. Так вот, в данном ракурсе он находится на середине. Глаз находится на середине между носом и бровью. Ты согласна? Да. Вот, исходя из этого, учти этот ракурс. Губы тоже пока красно-коричневый. И желательно с темностью внутри. И желательно с червячком губы по вертикали. Губы это червячок по вертикали. Есть там такое, да? Возьмешь мастихин. И вот такие вехи сначала мастихином. Вот такие вехи сначала мастихином насадишь. До ноздрей теневая у этого светика. Вот эти светлые партии, вот так мастихином повыгрызаешь ломанными, ломанными, рубленными, как скульптор, рубленными, мозаичными вырезками. Прикольно так? Смотри, уже посмотрел, да, глаз? То есть вырезаешь так, пальцы сжало на мастихине, присели как птички. Этот туда, этот оттуда. И у тебя появляется вот это забрало, которое выхватывает столько, сколько надо. И появляется рубленный характер изображения. Что уже само по себе похоже по характеру, да? Вот они. Потом ты будешь дополнять веществом краски вот тоже такими же мозаичными укладками. Живописи любят мозаику. В живописи идет мозаика. Мозаичными, да? То есть, ты видишь, каждый из прикосновений некий брикетик. С идеей укладки по цилиндру. То есть, чтобы немало было звуков, двигающихся по цилиндру. Тогда будет лепка формы. Прикольно так? Вот они. Зубики там чуть-чуть. Темноты. В краях губ. Вот они, темноты. Вот они, светлоты. Рубленный характер. Хорошо? Потом еще будет вот такая укладка. Ты будешь брать коричневый, голубой, розовый. И будет у тебя очень темный цвет. И ты прямо им создашь вот эти настроения. Чернявые настроения. Прикольно? Давай так. Ну ничего, уже первые признаки. Неплохие. Чуть, смотри, чуть адаптировать их в среду, чтобы они стали частью среды. Чтобы они тонально были ближе, не так выкрикивай. Тонально они ближе к темноте, чем ты сделала. Слишком кричащие. Ну некоторые, да, нормально. Так, хорошо. Эту черноту сделать глухой. Глухой. Ты согласна? Да. Смотри, она никакая. Она глухая. Единственное, что можно ей дать направление. Но она глухая. Прямо чернота-чернота. А уже здесь весь оно, да? Шеечка у него хоть и худенькая, но все-таки не хватает. Вот сюда ее подвинуть. Смотри, какое коровкое расстояние там от одного до другого. Согласна, да? Глуши. Если что, берешь вещество у фонового пятна, не напрасному вещество клали, и отодвигаешь. Берешь и отодвигаешь. Появляются даже эффектные касания к фону. Если что, фоновым цветом подгоняешь подгоняешь чуть-чуть вещество. Прикольно? Ты какой живенький, как он в пространстве. То же самое и здесь. Если что, обчикиваешь, обчикиваешь. И даже и даже делаешь вот такое. плотное заслонение. Тоже ничего так, да? Разные формулы заслоненности. Прикольно? Так. Чернотик. Чернотик. прежде чем будем рисовать кистью деликатно, сначала пальцем более мутно, более приблизительно сработаем. Прежде чем будем делать деликатно. то есть мутновато сначала. Коричневый, красный в основе используем. Я сейчас вот это движение. И у нижней губы тоже такое движение. Смотри, как глубоко заходит. дуга. Потому что все это ракурс. Такой опрокинутый ракурс. И сначала все мутним. Потом будем уже делать более жесткий рисунок. Пока мы в области мутного, вот эта приблизительность, она позволяет всю нашу неточность. Вот как в начале. Помнишь, этот приблизительный рисунок озвучал. Как только мы проявляем жесткость рисунка, мы уже должны либо быть культурными, либо мы сразу покажем, кто мы. Поэтому до самого дальнего уходим от жесткого рисунка. Все пока пальцем, чтобы это было мутно, чтобы это было приблизительно. Красный, красный с коричневым старайся. Не сильно холоди. хорошо, что холодами пользуешься, но немножко не торопись. Успеют холода прийти. Хорошо? Только не стирается. Ладно, ладно. Значит, поняла, здесь поднять. Причем вот с тем хулиганским настроением, которое там. Вот здесь допустим подсунула. желтоту какую-то. Чтобы не было видно ножичка, можно даже вот так поступить. Просто так, чтобы еще какая-то прикольная фактура была. А потом взяла что-нибудь такое-нибудь. и насаживаешь раздавая потеки. Смотри, какая сразу появляется игривость. по моим следам свои следы понаставить. Ну и продолжай в том же духе. Сразу все пропадет. Пусть оно все пока будет вот такое. Мутненькое. хорошо хорошо ты здесь на ты еще подкрутилась, да? Отлично, идеально. Сильно ты его поймала сюда. Пусть был бы чуть поглубже разрез. прикольный ход. То есть это была не робкая какая-то линия, а с хитрецой. чернота одного переходит в черноту другого. Понятно? Мне только надо некоторое цветение. Я вот не 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 кажется не 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 мозаичного типа мозаичного хорошо? Вот такие рубленностями. Мозаичного такими рубленностями. Мозаичного такими рубленностями. рубленностями нравится что в конце так так сейчас возьмем маленькую кисти немножечко кисти немножечко в эту среду в в среду. с такими более уже прицельными движениями дополнить рисунком. и у не не друг не это поставки. во-первых занятия и второе это министерлифея я построила строительный статистика что Чуть-чуть дополняем жестким рисунком, уточняя содержание. То же самое и наверху, можно уже и синьку вогнать. И чуть-чуть полутон. Нет, китанов тут ни при чем. Хлоритин и ранитидин там есть. Может быть вернем кто-то из них. Прикольно? Угу, а с носом. Угу. 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 Я просто перечисляю светлые и темноватые пятна. То есть ничего такого сверхъестественного. Клоритин. Клоритин. Да, да, да. Клоритин. Клоритин. Ну что, в таком же духе? Может быть чуть-чуть еще вот эту линейку дать. То же, то она напряглась жесткостью, то касание мягкое. То она напряглась, то касание мягкое. Можно было подчеркнуть вполне, но переувлеклась. Мазей. Я не могу ничего сказать. Парк. Мазей. 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 Ну, вы идёте, я сейчас расскажу, о каком этапе ставить, что он доделается. Продолжение следует... Продолжение следует... Игорь, а у Дмитрия такие же видеоуроки, как у вас, это к вам не имеет отношения? Нет, нет, не имеет. Ну, дядька он хороший. Сразу видно. Ага, море пишет. Мне больше всего в его картинах нравится цена, за которую они продаются. Какая цена? Ну, вот там просто волна. Там, например, 3,5 евро тысяч. 5 тысяч, 6 тысяч. Ну, это нормально. Сейчас очень много живописи стоит этих денег. Нормально. Он ничего не согрешил. Игорь, а ты же талантно расставишь? Да, у тебя да. А, у меня даже, я вообще не ловлю, когда рисую. У вас. Спасибо. Не, ну многие очень большой прогресс делают. Очень. Ну, я еще восемь приеду. Ага. Делаю. Мне же во сне кто-то учит все время. А? Во сне меня учит. Кто? Не знаю, вот картина мне объясняют уже. Да? Да, потом вот недавно появился человек слева, который мне уже... Так я не видела. Ой, извините. Игорь, ну когда-нибудь, если долго мучиться, что-нибудь все равно же получится? Ну, это же мучение. Не, ну у тебя идет прогресс. Просто не может быть не такой активный. Потому что ты никак не играешь в наши игры эти художнические. Ну, тут драматизм. Я еще на стихину боюсь. У этого мужика сейчас много драматизма. Ну да, страданул. Но там немножко дебильчик такой. А у нас страдалец. Да, страдалец. Ну, это же хорошо. Так здорово. Характер есть. Мне нравится. Мне нравится. Нравится? Не, ну я говорю, что это есть вообще. Раз и в глазах страдания. Попробуй, найди такого живого человека. Правильно ты пошла. Можно действительно сделать вот такие идею этих мозаичных укладок. Можно вполне. Ушечки на разные уровни посадила. Правда. Вот это ухо на уровне рта. Игорь, а вот свободные копии, ну правда, уже нельзя пока, да? Можно. Можно, да? Еще как можно. На самом деле Игорь дебил, потому что уши у него ниже глаз. У него уши при этом ракурсе. Он поднял голову, если голову подбородок поднимите, то даже сверху посмотрите. Должно быть немножко выше. Нормально. Почему? Ну вам Игорь не сказал, как его фамилия, нет? Вот там дама спрашивала. А вот это вам зовут, Боря. А, у него имя есть, да? Нет, мы уже не хотели выяснить, кто такой. Я думала, мало ли, может, какой-нибудь наподобие Чайкивара. Я и шучу его, а как зовут? Никто шутку мою не услышал. Надо его дух вызвать. Я же чистую юмору надо вызвать. Спроси Диме по три. Оставлю твои вот эти жесткости хорошие, симпатичные. Ну, пожалуйста, вы публикаете. Вот сейчас подойдет на этом, можно вот закруглить. Извините, у вас покойный район, Игорь? Не знаю, я ночью не гуляю. Автобусе полезно ждать, нужно до трамвая идти. И направо он поедет. А до трамвая прийти? Не, нормальный здесь район у нас. До трамвая, но одна я боюсь идти. Понимаете, я давно не была маленькой. Крупные, не вот эти вот полосочки, которых ты множество делал. В своих черрушках я бы пошла спокойно. А вы куда едете? В какой ряду? А, в другую сторону. Да. А то я такси, что? Обычно сюда мне везет такси, я говорю, если обратно, пожалуйста. А вы такси заказываете? Ну, у меня нога болит, да, я заказываю. Ну, мы не в ту сторону. Ну, жалко, чтобы я с вами... На данный момент времена нога. Так, что она среда, я в субботу, а раньше... А, так у него... А я думаю, что такое коричневое, это уже... Что ж там будет? А сейчас бак уже в ухо. А вы знаете, может в одно ухо кольцо сделать? Сейчас же модно. Модно. Может, вот металлический. В то, да. Вот только в то. Ну, не каждый в кольцо ухо. Или серьгу большую? Сразу, значит, он какой-то активный вводит. Для него байкеры, ну, что-то, да? С кольцом. Вы его уже полюбите. Похоже на этого, вот, журмориста-то ремонт делали. Как они? Это очень хорошо, как ребенок. Сенсация. Сегодняшний у меня мужик. И куда вы ее отдались? Это тайна. Личное дело. Не подарите. Это не личное дело. Может, продам. Да. Почему-то. Не говорите, а мы уже за 3 тысячи евро продали. А почему белого нельзя? Ну, да, вот там. Недавно, да. Недавно у нас новый рекорд поставлен. Да? Ну, 3 тысячи это был не рекорд. Был рекорд до этого 7 тысяч долларов. Это что, кошек, которая? Да. А последний рекорд. Вот тут у нас певица есть, ходит. Она за 15 тысяч. Причем на этом же аукционе, такой импровизированный аукцион какой-то был, на этом же аукционе продавался и Никас Сафронов. Он за 10 ушел. Да, она его переплюнула. Молодец. Так что? А некоторые его еще активно не любят просто. А где эти проходят аукционы? Я не знаю, где она. Мы не выясняли, но я знаю, что здесь свидетели есть, этой женщины. Что я не придумываю. Ой, классные холодочки остались. Молодец. Молодец. Суперский. Молодец, правда молодец. Спасибо. Спасибо.